Объединение удивительные факты представляет Зажигая потухший огонь реформации Автор презентации профессор Вальтер Уэйс Автор субтитров А.Семкин Автор субтитров А.Семкин Автор субтитров А.Семкин Два столпа реформации Сегодня вечером мы поговорим на совсем иную тему Я боюсь, что на этой неделе ваши волосы станут дыбом Поэтому я прошу вас принести с собой несколько ремней безопасности И хорошо их пристегнуть Потому что, как было сказано во вступлении, мы строим и строим на положенном ранее основании Это значит, что наше здание становится больше и важнее в процессе продвижения вперед Я прошу прощения за это А более всего я прошу прощения за то, о чем буду говорить То, о чем я собираюсь говорить, не так легко сказать Но я чувствую, что это нужно сказать Я думаю, что мы живем в самое интересное время истории мира И даже Библия говорит, что патриархи и пророки С нетерпением желали увидеть этот день День, в котором мы живем Это действительно захватывающее время Но я знаю, что если сказать правду То всегда найдутся такие люди, которых эта правда ранит Я хочу уверить вас, что я принадлежу к этой категории людей Когда-то меня эта правда ранила Очень ранила Я был очень сердит на эту правду Поэтому добро пожаловать Вы можете сердиться на меня Но не сердитесь на истину Потому что если это истина То она достойна того, чтобы мы ее приобрели А если это не истина Как вы определяете, что есть истина, а что не есть истина? Существует всего три определения истины в Библии Одно говорит, что Иисус есть путь, истина и жизнь Второе определение это Слово Твое есть истина В Салме 118 сказано Все заповеди Твои есть истина Итак, мы имеем только три определения истины в Библии Проверяйте Все, что я скажу словом Потому что я не собираюсь ничего вам внушать Я собираюсь предоставить вам факты Вы рассмотрите эти факты И проанализируете, соответствуют ли они слову И если это так То купите их Если же нет, то отвергните их Итак, если сегодня вечером вы чувствуете, что на вас оказывается давление То знайте, что это не входит в мои планы Истина сделает вас свободными И истина является мечом обоюдоострым, который рассекает до суставов и мозгов И она имеет цену Она не бесплатна Спасение бесплатно, однако оно имеет цену Сколько же оно стоит? Библия называет его цену Она стоит всего, что у вас есть Всего Когда человек копает на этом поле Слово Божие И находит сокровище, которое невозможно постичь человеческим умом Тогда он идет и продает какую часть своего имения? Все свое имение Мы для того, чтобы приобрести сокровище Оно бесплатно Но нам оно будет чего-то стоить Ну что ж Два столпа реформации Сегодня мы дадим слово истории Это урок истории И поэтому отнеситесь к этому уроку как к уроку истории А не как к нападкам на кого бы то ни было И прежде чем я начну, позвольте мне сказать, что я верю И я верю в это всем моим сердцем и всей моей душой Что у Бога есть люди в каждой динаминации на планете Я думаю, я выразился вполне однозначно Я верю, что у Бога есть люди в каждой без исключения динаминации на планете И я даже больше скажу У Бога есть люди в каждом слое общества и в каждом вероисповедании на планете Бог говорит, что если человеку что-то неизвестно, то на время неведения Бог будет смотреть сквозь пальцы Однако, если вы знаете, но не соблюдаете, то для вас это грех Итак, я не хочу никого бить Я просто хочу говорить об истине Что же такое реформация? В чем заключается ее сущность? Или в чем заключалась ее сущность? Это какое-то событие, которое произошло 400 лет назад И люди забыли о нем Сегодня у нас по-прежнему есть протестантские церкви, не так ли? Сегодня в мире остались протестантские церкви, не правда ли? Позвольте спросить, кто из вас, присутствующих здесь сегодня, принадлежит к протестантской церкви? Поднялось довольно много рук Извините меня за озорной вопрос Против чего вы протестуете? Поднялось довольно много рук И этот вопрос вызвал усмешку Потому что на самом деле сегодня уже больше никто не протестует Я думаю, это потому, что протестантизм сегодня уже практически искоренен И нам необходимо знать, почему реформаторы были протестантами Что значит быть протестантом? У этого слова есть такой отрицательный имидж Кто-то протестует Но в этом слове не только отрицательное, но и утвердительное значение Ибо если бы в нем не было утвердительного, то это не было бы протестантизмом Давайте посмотрим на это определение Здесь сказано В слове протестантизм заключено как отрицание, так и утверждение Про означает быть за что-то, быть согласным с чем-то А тестари означает нести свидетельство Следовательно, истинный протестант это свидетель за истину Свидетель, несущий истину Вот что значит быть протестари Простое отрицание ошибки не является истинным протестантизмом Настоящий протестант будет нести позитивную весть Его позиция будет похожа на отношение его господина, который сказал Я пришел не судить мир, но чтобы мир спасен был Это не означает, что ошибки не нужно выявлять Но ошибка выявляется с помощью истины Вы должны быть протестари А протестари выявляют ошибки Теперь зададимся вопросом Когда же мы сбились с пути? И почему существовала необходимость в протестантах и протесте? Все это началось давным-давно Когда-то жил человек по имени Августин И он написал книгу «Город Бога» И в этой книге Августин истолковывает теологию того Что церковь является царством Бога А царство Бога находит свое воплощение в церкви Теология Августина делает акцент на церкви Как на царстве Бога Заявляя, что Христос уже царствует со своими святыми И что воскресение уже состоялось Это было воскресение мертвых душ в духовной жизни Мы видим, что здесь присутствует элемент мифологии Церковь начала присваивать себе права на управление народами И вместо несения Евангелия миру Церковные лидеры начали искать престижа и власти Участвуя в политических интригах В результате наступила эра Средневековья Здесь мы видим, как развивается гигантская структура Которая пытается объять весь мир И называет это градом Божиим, царством Божиим И все то, что в Библии сказано о грядущем царстве О смерти и о воскресении Было духовно втиснуто в рамки этой теологии По мере того, как эта власть разрасталась по миру Начали раздаваться голоса Которые жаловались на состояние дел И одним из первых голосов был голос вальденцев Вальденцы подвергались безжалостным преследованиям Некоторые говорят, что вальденцы появились лишь в Средневековье Нет, их историю можно проследить к самым истокам, к третьему Или, по мнению некоторых, даже к четвертому веку Итак, вальденцы дали ясное свидетельство против Антихриста Они сказали, что эта система стала системой Антихриста К ним присоединился голос Иоакима И книги Даниила и Откровения стали важными А затем взошла утренняя звезда реформации Уиклиф И его голос присоединился к голосу вальденцев И тех, кто предшествовали ему Эта весть начала свой путь из Англии И посредством учеников Уиклифа достигла последователей Яна Гуса Так зародилось великое движение В таких странах, как Чехословакия Сегодня это Чешская Республика И в центральноевропейских странах На эту весть было оказано безжалостное давление Затем она появляется снова из уст таких великих реформаторов Как Лютер, Нокс, Кальвин, Бакстер, Кренмер Некоторые из этих имен хорошо известны А некоторые из них были утеряны между страницами времени Иногда, когда я начинаю говорить о Кренмерах, Латимерах, Роджерсах На лицах людей появляется вопрос А кто они? Ну, я думаю, настало время воскресить эти имена Что-то однозначно должно произойти Реформация основана на двух открытиях Они стали движущей силой реформации Очевидно, что первое открытие Это повторное открытие центральности Христа Центральности Слова Центральности Спасения во Христе Это было первым столпом На котором стояла реформация Это были такие мощные слова, как Соло Христос Христос и только Христос Соло Грация Спасенный только Благодатью Соло Скриптура Библия и только Библия Это могучие лозунги реформации Второе открытие В равной степени важно Оно объединяло реформацию воедино Конечно же, без вести она бы не выстояла совершенно И это было открытие личности Антихриста Именно это связывало все реформаторское движение в одно целое Это всего лишь исторический факт Итак, открытие вседостаточности Христа Зиждалось на слове Божьем Библия и только Библия стала оружием воинствования А открытие личности Антихриста Объединило реформацию В борьбе против общего врага И это стало основанием и топливом для реформации Интересно отметить, что в отношении первого пункта Среди реформаторов существовали различия Иногда гигантские различия Между ними существовали разногласия По многим деталям плана спасения Но когда речь заходила о личности Антихриста Все их голоса звучали в унизон Голоса каждого из них Мы читаем в известной книге Гратана Гиннеса Католицизм и реформация Знаете, сегодня я буду приводить много исторических цитат Ветхая история История, затерянная в песках времени Некоторые элементы этой истории невозможно даже найти Ни в современных учебниках, ни даже в энциклопедиях Многие из этих книг были переписаны таким образом Чтобы извлечь из них жало И если вы хотите докопаться до настоящей истории Вам нужно найти те заплесневевшие книги Вы знаете, как пахнет старая книга? Она пахнет плесенью Это то, что вам надо Цитата Реформация 16 века Пародившая протестантизм Была основана на Писании Она вернула миру Библию Она учила Писанием С помощью духовного меча Она изобличала ошибки И моральное разложение Рима Это было написано 120 лет назад Она применяла пророчества И принимала их практические наставления Такая же работа Реформации Должна быть выполнена снова Мы пострадали от того, что пророческая весть О сущности папства была забыта Это поколение стоит на слишком опасной жизненной платформе Оно безразлично кистине И ошибаются в вопросах О которых Библия говорит чрезвычайно ясно и прозрачно Это был один из последних бойцов Реформации Гратен Гиннес То поколение уже ушло Оно больше уже не существует И почему же мы стоим на слишком опасной И широкой жизненной платформе? Он пишет Наша вера, когда-то прошедшая Реформацию Сегодня находится в опасности Как изнутри, так и снаружи И ее можно защитить только решительным возвратом К истинному свидетельству Которое несли святые и мученики минувших дней Из божественных пророчеств Мы должны снова научиться тому Что Бог говорит о характере римской церкви Чтобы получить свежие силы Свидетельствовать в пользу Христа И против этого великого отступничества Это звучит как что-то устаревшее Что-то, что нужно забыть Похоронить Вообще, о чем вся эта шумиха? Что сдерживает нас и не позволяет Обновить великий древний протест Которому мир обязан всеми современными достижениями Свободой, знаниями, миром и процветанием Мы признаем, как очевидный и неоспоримый факт Что будущее человеческой расы не за папством А за протестантизмом Сегодня ведущими нациями являются Не папские, Италия, Испания и Португалия А протестантские, Германия, Англия и Америка Давайте взглянем на эти страны сегодня Как у них обстоят дела? Хорошо Читайте газеты И спросите себя Что произошло? Далее автор говорит, что Католицизм Это отступническое Латинское христианство А не христианство в целом Здесь сказано очень точно Реформация стала возвратом К исконному или не отступившему христианству Одной из черт этого движения Стал отказ от использования латыни В общественных богослужениях И перевод Библии на живые языки Чтобы все народы Могли прочитать слово на своем родном языке И лично понять святые вести Именно с реформацией связаны такие громкие имена Как Лютер, Кальвин, Нокс, Тиндаль, Латимер, Крэльмер, Хупер Некоторые из них стали мучениками Которые умерли ради этой цели И так мы видим движение Основанное на Библии Которое сдерживалось по причине Недоступности слова Оно было затеряно в песках времени Оно было только на латинском языке А мертвый язык никто не понимал И когда истина ожила Почти как в Израиле Когда Эздра нашел свитки И сказал «Вот слово, которое было утеряно» И нечто подобное снова произошло в истории И создается впечатление, будто все силы ада Были спущены с цепи Бедный старина Тиндаль Который тщательно переписал Библию на английский язык Бедный старина Тиндаль Он был задушен Привязан к столбу и сожжен Бедный старина Виклиф Который перевел Библию еще до Тиндуля Его кости были извлечены из могилы И также сожжены за то, что он дал Людям Библию на понятном им языке Давайте совершим прыжок в настоящее В настоящее в 2007 год Мы читаем в новостях Что Папа решает возобновить ведение мессы на латыни В последних двух строчках написано Что это решение было принято «Motu propria» То есть Папа принял его по собственному желанию Происходит возвращение к богослужению на латинском языке Это шаг назад Протестантизм в период своего возрождения в 16 веке Был чем-то гораздо большим, чем просто Отрицание папства Он вдохнул жизнь в забытые писания Это само по себе разорвало папство изнутри Подобно взрыву жизни Вопрос заключается в следующем А изменило ли это что-то в доктринальной позиции Римской церкви Мы должны задать себе этот вопрос А изменилось ли что-нибудь Человек, считающий себя протестантизмом И в то же время отвергающий Библию Это было написано 120 лет назад Отвергает Библию или ее часть Допускает глубокую ошибку Настоящий протестантизм должен быть не только антикатолическим Он также должен быть антимодернистским Антиэволюционистским Он должен выступать против всякого зла Которое высасывает жизнь из христианских церквей сегодня В то же самое время протестантизм должен выступать За всякое благое дело Молитву, изучение Библии За все, что подразумевается под христианским служением Именно такой протестантизм нам так остро сегодня необходим Давайте посмотрим на все современные церкви сегодня Разве они все, одна за другой Не становятся на сторону современных измов? Разве эволюционизм не стал одним из вероучений современных церквей? Разве сегодня церкви не склоняются более в пользу эволюции Чем в пользу того, что написано в книге Бытия? Разве это не так? Этот список можно продолжать и продолжать Похоже, что все радикально изменилось Если это определение верно, тогда в мире осталось очень мало протестантов Гратен Гиннес пишет До тех пор, пока Лютер не признал в Папе Антихриста Он никогда не ощущал в себе силы и свободы бороться против папского отступничества Это смехотворно Это смешно Сегодня в это никто не верит Это нелепо Современные церкви И я смелюсь сказать, что 96%, может быть, 97% христианского мира сегодня Являются диспенсационалистами Это основная часть христианства Сюда входят почти все Все христиане-евангелисты Они сторонники диспенсации Сюда входят все пятидесятнические церкви Они верят в диспенсацию Сюда входят баптистские церкви Они диспенсационалисты Диспенсационалисты А были ли они диспенсационалистами в период их зарождения? Ответ нет Тогда что же произошло? Либо эти реформаторы ошибались Тогда мы можем вздохнуть с облегчением И тогда они погибли напрасно Либо реформаторы были правы И тогда у нас проблема Потому что 96-97% христиан уже больше не верят В то, чему учили реформаторы касательно этого вопроса Они верят в футуризм А это тот же диспенсационализм То есть верят, что антихрист придет когда-то в будущем И придет из колена Данова или в нечто подобное И он придет после вознесения христианской церкви Христиан на земле уже не будет Значит, на них это никак не повлияет Это повлияет на иудеев, но не на христиан И все прошедшие поколения, включая поколения реформаций Заблуждались Антихрист придет когда-то в будущем Несколько лет назад Некоторые из основных направлений христианства Все еще верили в претеризм Согласно этой теории, антихрист Это греческий царь, антиох, эпифан, четвертый Который Принимал активное участие в восквернении храма В иудейские времена Во времена Греции То есть в прошлом Итак, одни отбрасывают антихриста в прошлое А другие забрасывают его в будущее И сегодня основные христианские церкви Замечают, что их собрания становятся все пустее и пустее Они все запрыгнули на популярную платформу диспенсационализма Такова современная мода Итак, это уже больше не является современной теологией Именно тогда Лютер сжег папскую буллу Основной средневековый папский документ с печатью Первая проповедь Нокса Которая ознаменовала начало его миссии как реформатора Была посвящена пророчествам относительно папства Реформаторы воплотили истолкование пророчеств В свое исповедание веры И в книге Кальвина «Законы» Все реформаторы были единогласны в своем мнении Даже мягкий и осторожный Меллингтон Меллингтон был чем-то похож на мою супругу На жизненном пути нам всем нужны хорошие тормоза И она меня притормаживает, предупреждая об опасности Моя бедная супруга Но Меллингтон был кротким и тихим А Лютер был бурным и кипящим И даже Меллингтон был уверен в антипапских пророчествах В той же мере, что и сам Лютер А если мы посмотрим на них с точки зрения современной теологии То выходит, будто они все неправы А насколько сильный акцент они делали на пророчествах? Может быть, они просто строили догадки? Может быть, у них было такое предчувствие Вызванное избытком папства в средние века? Может быть, на этом пути они были просто движимы недовольством? Или же за этим стоит что-то более серьезное? Нам следует задать себе этот вопрос Эти люди умерли напрасно или же эти люди не умерли напрасно? Это важные вопросы Мартин Лютер сказал Посмотрите на книгу Откровения Знаете, когда Мартин Лютер смотрел на книгу Откровения Он не мог понять ее до конца Он говорил, что здесь что-то не так Не может быть, чтобы такое было написано в Библии И часто люди цитируют его, говоря, что он якобы отвергал книгу Откровения Нет, 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 нет Это утверждение неверно Лютер сначала перевел Новый Завет Затем начал перевод Ветхого Завета И он был так восхищен книгой Даниила, что перевел ее первой Чтобы люди могли прочитать ее Он говорил, вот книга, которую нужно прочитать Каждый должен прочитать книгу Даниила И когда он изучил эту книгу, и теологи его дней изучили эту книгу Внезапно книга Откровения раскрылась И вместо закрытой книги стала открытой Позже Лютер был настолько взволнован книгой Откровения Что когда был опубликован его перевод Нового Завета Он был весь иллюстрирован изображениями, взятыми из книги Даниила Послушайте, что он пишет Итак, мы увещеваем всех искренних христиан Прочитать книгу Даниила Которая станет для них утешением и великим приобретением в эти последние бедствия времена Это 400 лет назад Если бы он жил до сего дня и посмотрел на мир, в котором мы живем И когда все это начнет исполняться, поднимите головы ваши, ибо спасение ваше близко По этой самой причине мы считаем, что все видения Даниила, какими бы устрашающими они ни были Всегда завершаются на радостной ноте пришествия Христа и Его Царства Именно ради этого исповедания символа веры Пришествия Христа нам были даны истолкованы и записаны эти видения Мартин Лютер сыграл потрясающую роль в движении реформации Он делал гигантский акцент на пророчествах и на втором пришествии Христа Эти две темы не позволяли ему умолкать В 22 томе собрания его сочинений написано Это было написано в 1538 году Комментируя растущее беззаконие, Лютер сказал Я надеюсь, что этот день недалеко, и мы с вами еще увидим его Лютер жил в ожидании второго пришествия Я надеюсь, что последнее время не продлится более 100 лет Это было сказано 400 лет назад Потому что Слово Божие будет снова отнято и наступит великий мрак По причине нехватки служителей Слова Сегодня служителей больше, чем в любое другое время истории человечества И я наберусь в разновение и скажу, что его слова исполнились Это довольно сильное заявление Если учесть объемы проповеди Евангелия в мире Он писал О Христос мой Господь, взгляни на нас, если не зашли нам твой судный день И уничтожь выводок сатаны в Риме Да сегодня за такие слова можно угодить в тюрьму Это будет классифицировано как оскорбительное высказывание на почве религиозной ненависти Но, к счастью, я всего лишь читаю страницы истории Там поседает человека, о котором апостол Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам 2.3 Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью Папская власть это не что иное, как грех и растление Он ведет души к разрушению О Господь, я надеюсь, что скоро наступит рассвет судного дня Все вокруг может усугубиться, но не усугубится и не станет хуже, чем есть сегодня Папский престол возвел несправедливость на большие высоты Он подавляет закон Божий и возвышает свои заповеди выше заповедей Божьих Ого! Это удивительное высказывание Архаичное, старомодное, не в той тональности Нам нужно задать себе эти вопросы Давайте перепрыгнем В современность Давайте посмотрим, что говорит американский пастор Я не хочу никого задеть, я просто показываю, как изменились времена Это никто иной, как Рик Уоррен, который пишет в своей книге «Жизнь движимая целью» страница 285 Я сфотографировал этот отрывок, чтобы вы сами смогли прочитать его Во втором параграфе сказано Когда ученики хотели говорить о пророчествах, Иисус быстро переводил разговор на тему евангелизма Он хотел, чтобы ученики сосредоточились на своей миссии в мире Он говорил им, что детали моего возвращения вас не касаются Ваша задача – это миссия, которую я поручил вам Сосредоточьтесь на миссии Потому что никто не знает ни дня, ни часа Значит, что, не надо волноваться о всех этих пророчествах? Если вы хотите, чтобы Иисус скорее вернулся, сосредоточьтесь на исполнении миссии А не на постижении пророчеств «Жизнь движимая целью» страница 286 Однако Мартин Лютер сказал «Исследуйте пророчества» Современные теологи говорят «Нам сегодня нужна иная форма христианства» Мы не зацикливаемся на пророчествах Это довольно интересно Весь мир зациклен на пророчествах Но этот мир зациклен на пророчествах иного рода Они сторонники футуризма Некоторые из них, наверное, сторонники претеритизма Но никому не интересны эти пророчества Что же Библия говорит о пророчествах? Второе послание Петра, 1 глава, 19 текст «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику Сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день И не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» Библия говорит «Исследуйте пророчества» «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым» Итак, Библия говорит «Исследуйте пророчества» Мартин Лютер говорит «Исследуйте пророчества» Загляните в книгу Даниила Мартин Лютер, 1483-1546 годы Как быстро летит время? 400 лет назад Лютер доказал через откровение Даниила и Иоанна Из посланий Павла, Петра и Иуды Что правление антихриста Предсказанное и описанное в Библии Является папством Должно быть, он ошибался? Должно быть, он ошибался, если 96% христианства сегодня утверждают, что такого в Библии нет? Наверное, он ошибался, наверное Он неверно истолковывал книгу Даниила и Откровения И все люди сказали «Аминь» Святой страх охватил все души Тот, которого они видели сидящими на троне понтифика, был антихристом Эта новая идея, принесенная Лютером для его современников И черпавшая великую силу из пророчеств Нанесла самый ужасный удар по Риму Это история То, что произошло исторически А вот куда мы направляемся Следующая цитата взяла из самого первого издания Библии в переводе Мартина Лютера Это не его книга, это Божья книга Что это? Это изображение женщины, стоящей на Луне в окружении 12 звезд И дракона, изрыгающего воду, чтобы победить женщину Эти образы взяты прямо из книги Откровения Вот еще одно изображение зверя с семью головами На котором восседает женщина На ее голове тройная корона Это папская тройная корона Женщина — это церковь Она сидит верхом на звере Это политический объект И цари земные поклоняются им в благоговейном смирении Это взято прямо из книги Откровения И применено к пророчеству о папстве Это его первое издание Это первая замечательная Библия Вот еще одна иллюстрация из Библии Мартина Лютера Слева Иисус изгоняет миновщиков денег из храма А справа мы видим его представителя Который приглашает миновщиков денег в храм Видим контраст, не так ли? А внизу расположилась маленькая собачонка Захватывающая иллюстрации Потому что Библия говорит, что псы находятся за пределами храма А пес символизирует неверующих А здесь собака изображена внутри храма Реформаторам приходили в голову удивительные идеи Великое облако свидетелей Уиклиф, Тинда, Лютер, Кальвин, Кренмер В 17 веке Буньян Переводчики Библии Короля Якова Люди, которые опубликовали вестминстерское и баптистское исповедания веры Сэр Исаак Ньютон присоединился к ним Это самые великие ученые в мире Он о Библии написал больше, нежели о науке Уэсли, Уитфилд, Джонатан Эдвардс, Сперджин, Бишоп Райл Все эти великие реформаторы говорили абсолютно одно и то же А сегодня их осуждают за то, что они якобы ошибались Ну, а что же Мартин Лютер и все реформаторы видели в книгах Даниила и Откровения? Было ли это что-то, чего не улавливают современные теологи? В 7 главе книги Даниила есть пророчество о власти малого рога Все реформаторы были единодушны, говоря, что эта власть малого рога указывала на папство Было ли это догадкой, или же это было основано на Библии? Мы должны задавать себе такие вопросы И он будет отличаться от первых Другие рога, о которых написано в Библии, указывают на светские власти Но этот не похож на них Вот его отличительные черты Мы быстро пробежимся по ним Первое Он происходит от четвертого зверя И мы определили личность четвертого зверя Это Рим Сказано, что это римская власть Даниила 7,8 Второе Он происходит из среды десяти рогов Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог Стих 8, Даниил, глава 7 Итак, четвертый зверь — это Рим И десять рогов — это десять царств Варвары разделили Римскую империю на десять частей А после этого появляется этот малый рог Третье Появился после десяти рогов, и после них восстанет иной Стих 24 Итак, маленький рог появляется после разделения Римской империи И он отличается от других рогов Стих 24 Отличный от прежних Реформаторы использовали эти характеристики, чтобы идентифицировать Антихриста Пятый пункт — он более крупный, чем другие В 20-м тексте мы находим слова И который по виду стал более прочих У него был политический вес Он мог ставить царей и низвергать царей Он обладает властью делать это Он мог разделять территории Какой власти это по силам? Это качество папской власти Шестой пункт — он искоренял царство, перед которым пали три Стих 20 Это история Азготы, Везготы и Вандалы противостали появлению этой системы И они были вырваны с корнем, чтобы рог получил свой статус А по библейскому определению этот статус — статус политический Седьмой пункт — он имеет глаза человеческие и произносит слова против Всевышнего В этом роге были глаза, как глаза человеческие и уста, говорящие высокомерно И против Всевышнего будет произносить слова Тексты 8 и 25 Я покажу вам, что реформаторы сделали с этим пунктом Это довольно интересно 8 Он угнетает святых 25 текст Эта власть будет воинствовать против Божьих людей Примечательно, что футуризм и претеретизм выпускают из поля зрения целый спектр, целый период христианства 9 пункт Он изменяет времена и законы Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы 25 текст Какая власть будет иметь дерзновение совершать нападки на Божий закон? Каковы же другие качества малого рога? 10 пункт Он будет править в течение времени, времен и полувремени И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени 25 текст Сегодня теологи понимают это как буквальные 3,5 года и применяют их к неопределенному времени появления антихриста в будущем После вознесения Христа Однако у реформаторов был совершенно иной взгляд на это И мы это увидим 11 пункт Он поглотит всю землю Вот это интересно Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле отличное от всех царств Которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее Стих 23 Он будет существовать до конца времен Доколе не придет ветхий днями 22 текст Итак, со времен четвертого зверя, со времен Римской империи Он будет существовать до какого времени? Вплоть до пришествия Христа Но здесь у нас возникает проблема Так как современная теология говорит о чем-то другом Что антихрист якобы придет в будущем Его правление будет отнято в конце земли Затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца Стих 26 Реформаторы были настолько непоколебимы в отношении этого пророчества Что они решили воплотить его в камни Поэтому в колыбели протестантизма в Нюрнберге, Германии Они пригласили лучшего скульптора того времени Чтобы изобразить это пророчество в виде скульптурной композиции Вот она, в Нюрнберге Сохранившаяся до сего дня как молчаливый свидетель Позвольте привести вам следующую цитату Ратуша или здание муниципалитета С тремя великолепными дорическими порталами Которые украшены пророческими животными Из седьмой главы книги Даниила С разрешения городского совета Работа была выполнена известным художником Ленардом Керном Когда? В 1617 году Это почти 400 лет назад И там они стоят до сих пор Как безмолвные свидетели теологии тех дней Под зданием находятся своды подземелий Камер пыток, которые ранее использовались Святой Инквизицией Для преследований инакомыслящих И тех, кто исповедовал вероубеждения реформации Итак, все меняется местами Там, где были камеры пыток, расположилась теология Написанная языком камня Давайте посмотрим на них И тут мне в голову пришла идея Мне стало интересно А сколько людей сегодня? 400 лет спустя? Хотя бы знают значение этих извояний Мне не давал покой этот вопрос И мы с друзьями собрались вместе И отправились найти ответ на мой вопрос Вот эти великолепные порталы времен реформации На этом портале изображены первые два зверя Седьмой главы Даниила Слева вы видите фигуру человека И льва с орлиными крыльями А справа медведь с тремя клыками А если перейти на другую сторону То слева мы увидим другую фигуру человека И барса с четырьмя головами А справа ужасный зверь с десятью рогами И еще одна фигура человека Реформаторы хотели удостовериться Что мы не забудем их значения Поэтому они расположили рядом с барсом Александра Великого Чтобы последующие поколения не забыли Что это Греция Рядом с ужасным зверем расположена фигура Юлия Цезаря Просто чтобы люди не забыли Что здесь мы имеем дело с Римом Давайте взглянем еще раз на них Вот лев с орлиными крыльями А рядом с ним никто иной, как Навуходоносор На что это указывает? На Вавилон, верно? Это указывает на Вавилон На противоположной стороне Находится Кир Великий И второй зверь это Мида Персия Далее на другом портале четырехглавый барс А рядом с ним Александр Великий А с другой стороны они установили Юлия Цезаря И ужасного зверю с десятью рогами И среди которых вышел еще один маленький рог Итак, малый рог однозначно символизировал Рим А не Грецию Здесь есть проблема Потому что если правы сторонники претеритизма То малый рог должен быть греком И происходить из третьего зверя А не из четвертого Если правы сторонники футуризма Тогда проблема еще больше Так как все эпохи этих зверей уже давно минули И четвертого зверя не существует Тогда малый рог происходит из ниоткуда Вот такая теологическая проблема возникает здесь Даниила 7 глава 8 текст Я смотрел на эти рога И вот вышел между ними еще небольшой рог И три из прежних рогов с корнями Сторгнуты были пред ним И вот в этом роге были глаза Как глаза человеческие и уста Говорящие высокомерно Вот его изображение И посмотрите, как находчиво они поступили Они прикрепили маленькое лицо человека на этот рог Видите? Какими проницательными были реформаторы Они хотели, чтобы мы не забыли об этом И вот нам стало интересно А не забыли ли люди об этом? И между прочим, эта теология должна быть ошибочна Потому что 96, 97, а может быть и все 98% Христианского мира не верят В эту теологию должна быть она ошибочна Может быть в этом истолковании есть какая-то проблема Давайте выйдем на улицу и спросим людей Что же здесь происходит? Кто-нибудь, пожалуйста, поясните нам Итак, мы останавливаем людей из Нюрнберга И задаем им вопросы Мы опросили девушек, парней, пожилых людей Преподавателей, экскурсоводов Экскурсовода городской ратуши Скажите, пожалуйста, что означают эти извояния? Вы имеете какое-нибудь представление о их значении? О, что это? Чудно Что за странные люди установили эти скульптуры? Они смеялись Мы услышали удивительные истории из уст этих людей Что же это символизирует? А что это за 10 рогов? А что это за малый рог среди них? Давайте послушаем эти интервью, взятые напротив ратуши Нюрнберга Снизу появятся субтитры того, что говорят эти люди Очевидно, что все они немцы Среди них был лишь один, который говорил на английском Один был испанцем, но мы не включили его в этот видеоролик Мы многих не включили Потому что мы опросили толпы людей А, кстати, а сколько из них могли ответить на наш вопрос? Ни один Ни один Давайте посмотрим Знаете ли вы, есть ли у вас представление о значении этих двух скульптур? Я не знаю, что они обозначают Я не знаю, я никогда не читал Библию Я протестант Вы протестант И вы никогда не читали Библию? Нет Библию не читают Библию знают Библию не читают? Эта книга не предназначена для чтения Ведь неизвестно, чем она заканчивается Может быть, вы мне скажете, что символизируют эти скульптуры? У вас есть какое-то представление о них? Что они означают? Нет Не имею понятия Что это означает? Не знаете? Нет Не могу сказать Что означают эти статуи? Дети тоже могут отвечать? Вот эти фигуры и животные там позади Вы слышали что-нибудь о них на уроках истории? Нет, ничего не слышали На уроках истории или религиоведения ничего не слышали? Ничего Ничего, ничего? Папа, слышал что-нибудь о них? Я не знаю, не могу сходу сказать Вы из Нюрнберга? Да, я живу в Нюрнберге с 1949 года Так А что могут означать эти фигуры на здании ратуши? Я не знаю Я совсем не задумывался над этим Это похоже на какие-то морские мотивы Какие-то морские мотивы Морские мотивы, да, говорите? Может быть, это Нептун? Нептун? Я затрудняюсь сказать Да, да Не знаю, мне трудно Трудно сказать А в школе когда-нибудь объясняли это? Нет, никогда даже в школе не говорили Нет, ничего Ничего не говорили Вот, вот это учитель Вы учитель из Нюрнберга? Вы, молодые люди, знаете значение этих скульптур? Вы слышали об этом в школе или на экскурсиях по городу? У вас есть какое-то представление о том, что они означают? Пожалуйста, какие идеи? Идеи Если это что-то хорошее, тогда оно о чем-то должно нам говорить Это, наверное, что-то из 16 века Нет, из 17 века И что они означают? Не, наверное, неправильно Может быть, это как-то связано с Венецией? Продолжайте Двое животных на заднем плане Это что-то венецианское? Вы учитель? А какой предмет вы преподаете? Я преподаю в старших классах В старших классах? Да Вам когда-нибудь объясняли их значение на экскурсиях по городу? Ну, кажется, объясняли в университете лет 20 назад Но я не помню, даже если это и было Не помню Вот это экскурсовод городской ратуши Вы задали мне трудный вопрос, мне сложно на него ответить Вы говорите об этом в ваших экскурсиях? Конечно же, где-то об этом говорится, но я сейчас не припоминаю Понимаю, да А в других городских экскурсиях вы не слышали упоминаний об этих скульптурах? Нет, по крайней мере, в тех, которые я посещал, нет А вы проводите экскурсии по подземельям городской ратуши? Верно, только там Извините, вы из Нюрнберга? Да Пожалуйста, посмотрите на городскую ратушу Что означают эти скульптуры на ней? Нет, я не могу ответить вам на этот вопрос Вот это чем-то похоже на орла времен правления рейха Так, а это еще один крест, но это не крест города Нюрнберга А животные и фигуры людей, вам что-нибудь о них известно? Нет Нет Вы не знаете, спасибо большое Невероятно, не правда ли? Даже экскурсовод не знает Мы стучали и стучали и стучали в двери и просили Пожалуйста, нам нужен экскурсовод Вышел экскурсовод Как вы видели Вы отвечаете за подземелья? Да Вы знаете, что они означают? Нет А другой человек говорит Может быть это Нептун? Это удивительно Никто не помнит И именно поэтому я провожу эти лекции Я думаю, что настало время вспомнить Я собираюсь прочитать вам то, что писали реформаторы То, за что ратовали реформаторы И если эти факты логичны Если они основаны на Библии Если они точны Тогда мир, в котором мы живем, серьезно заблуждается Существует три отчетливых набора пророчеств Это было написано 120 лет назад Относящихся к зарождению, характеру, делам и кончине католицизма Этот человек принадлежит к Великой Английской Церкви Первое свидетельство находится в книге Даниила Второе во втором послании Павла И третье в откровении от Иоанна Однако ни одно из них само по себе не является полным И только собрав их черты воедино Мы можем получить совершенный портрет В книге Даниила дан обзор политического характера И отношений папства Апостол Павел, с другой стороны, описывает церковные характеры И отношения этой власти А пророчества 13 и 17 глав В книге Откровения Иоанна Описывают комбинацию взаимоотношений Рима-католической церкви И римского государства Итак, существуют три четких комплекта пророчеств И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие И уста, говорящие высокомерно Даниила 7-8 Давайте прочитаем, что говорили реформаторы Это краткое изложение их теологии Появление Рима Мы повторяем, что оно никогда не прекращалось В течение пяти-шести веков это была светская языческая власть А потом она стала церковной отступнической властью Управление Рима было возрождено в новой форме Во время правления Папы в 13 веке Оно было таким же реальным, как и при правлении Цезаря в 1 веке При Иннокентии 3 оно было таким же гнетущим и жестоким И кровавым, как при Нероне и Домициане Сущность его правления не изменялась Изменялась лишь форма Папы преследовали свидетелей Иисуса Так же жестоко и сурово, как и Цезарь Папская инквизиция уничтожала святых И противилась Евангелию не менее диоклетиана На протяжении веков Рим оставался неизменным, как географически, так и нравственно Сказано, что это одна и та же система У Папы даже один и тот же титул, что и Цезаря Посмотрите на статую Цезаря и вы увидите буквы P.M. Pontifex Maximus Посмотрите на статую Папы и вы увидите те же самые буквы P.M. Pontifex Maximus Маленький рог Это власть, которую символизирует надменный, хитроумный, богохульный, схожий на человеческую голову малый рог римского зверя И которой посвящена большая часть правочества Теперь я хочу вас спросить Я думаю, что мы сегодня должны сделать то же самое Давайте последуем примеру реформаторов Я хочу попросить вас тщательно взвесить многочисленные факты Доказывающие, что этот рог является удивительным пророческим символом Или иероглифом римского папства Это пророчество подобно ключу от замка марки Чап Который в совершенстве по всем параметрам Подходит только к этому замку и не подходит к любому другому Извините, что случилось с этим человеком? 96% христианского мира сегодня утверждают, что он неправ? Может быть, есть какое-либо другое решение? Может быть, реформаторы что-то не так поняли? Каковы же конкретные характеристики малого рога? Первое – это место в пределах Четвертой империи Библейский факт или нет? Библейский Малый рог происходит из четвертого зверя, а не из третьего Между прочим, со зверями ошибиться невозможно, потому что Библия сама объясняет, кем являются эти животные Тут просто нет другого ответа Период возникновения вскоре после разделения римской территории на десять царств Он появляется после этих рогов Его сущность отличается от других царств, хотя в некоторых отношениях он похож на них Это был рог, но с глазами и устами Это царство, подобно остальным, является монархией Однако его цари будут надзирателями глаза И епископами, и пророками Его нравственный характер, надменный и богохульный, произносит слова против Всевышнего Его беззаконие, он претендует на право изменять времена и законы Мы доберемся до этого, посмотрим то, что они говорили об этом Его противодействие святым, эта власть будет заниматься преследованием и изнурением святых Всевышнего, которые будут отданы в его руки на время Продолжительность правления малого рога Это время, времена и полвремени, или 1260 лет Не три с половиной года, а 1260 лет Такова была позиция реформации Его погибель Он потеряет свое господство прежде, нежели будет полностью уничтожен 26 текст Затем восядут судьи, отнимут у него власть, губить и истреблять до конца Все эти характеристики соответствуют римскому папству Латинский язык Цезаря Это единственная церковь, которая когда-либо названа по имени города Следовательно, папство выполняет первые условия В то время было периодом формирования десяти царств Маленький рог вырос из среди десяти Папство развивалось параллельно с развитием гостских государств Итак, они базировали свою теологию на пророчествах А теперь давайте посмотрим на описания, данные апостолом Павлом Картина, описанная апостолом Павлом, состоит из двух частей Первая дает общий обзор великого отступления Вторая дает подробное описание власти, которая возглавит это отступление Цитата «Ибо из среды вас самих возданут люди, говорящие превратно» Футуризм Эта теория каким-то образом связана с христианством? Нет Потому что, согласно футуризму, антихрист появится после вознесения церкви А Павел говорит, что эта власть произойдет из вашей христианской среды «Ибо из среды вас самих восстанут люди, говорящие превратно» Дух же ясно говорит Я цитирую Павла «Что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом и обольстителем И учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в своей совести Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил Дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением «Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением Потому что освящается Словом Божиим и молитвою» Далее автор продолжает и говорит Здесь мы находим не только предсказания об отступлении или отпадении от веры в христианской церкви Но также описание его происхождения и характера Его происхождение будет сатанистским Его доктрины, доктрины дьявола и демонов Он присваивает себе власть, устанавливает законы и запреты Бросается в глаза запрета браки Брак является божественным постановлением Но он будет запрещен Мясо, созданное для принятия с благодарением, будет запрещено для употребления в пищу Истинная святость, исходящая из сердца, будет подменена внешней религиозностью И напускным самопожертвованием Через лицемерие лжесловесников, сожженных в своей совести Скажите, соответствуют ли все эти характеристики папству? Какая церковь запрещает своему духовенству вступать в брак? Католическая Есть ли у них специальные предписания относительно пищи и питья? Да У них есть специальные периоды поста, время Великого поста Духовенство должно соблюдать конкретные периоды поста до сегодняшнего дня В Манестарях и так далее Здесь мы видим совсем иную форму религии Эта черта ложного вероисповедания повторно появляется в пророчестве второго послания Тимофею Относительно последних дней, в котором соучастники и приверженцы отступничества Описаны как люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся Эти люди не были открытыми противниками благочестия, но наоборот, они его горячо исповедовали Однако, согласно футуризму, власть Антихриста будет открытым противником, а не сторонником Однако, 96% христианства верят в это, а не в то, что говорили реформаторы Цитата Человек греха против человека Божия Выражение «человек греха», подобное человеку Божию, имеет широкое значение Когда мы читаем «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен» Мы понимаем, что это не отдельно взятый человек в единственном экземпляре Хотя перед этим словом употреблен определенный артикль А целый класс людей, обладающих определенными чертами характера Человеком греха могла быть только одна личность, подобно тому, как королем Англии может быть только один человек С другой стороны, под королем может подразумеваться целая династия Павел в послании к евреям говорит о святилище и о том, что один только первосвященник ежегодно входит туда Он подразумевает всю череду первосвященников Израиля Из слов Иоанна абсолютно ясно, что пророчество о человеке в единственном числе может найти свое исполнение во множестве людей И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов Видите ли, их контраргументом было следующее Человек греха – это человек в единственном числе Поэтому это якобы не может относиться ко всей системе А реформаторы рассмотрели эту теологию и представили свой аргумент С точки зрения грамматики это может указывать либо на одного человека Либо на ряд похожих друг на друга людей Контекст же свидетельствует, что здесь речь идет о множестве людей Тайна беззакония, согласно которой человек греха находился в скрытом состоянии Начала действовать уже во времена Павла Значит, под римским Папой может подразумеваться как один епископ Так и длинная последовательность епископов Беспрестранный, непрекращающийся человек, человек греха Таков был их аргумент В пророчествах Павла якобы не указан период времени, а только его пределы У Даниила есть продолжительность, а у Павла два предела времени Цитируем Слово «уже» говорит о том, что ступничество уже было в развитии И оно не будет уничтожено до пришествия Павел, описывая хронологию Христа, открывает время его возникновения после падения Рима И время его существования до второго пришествия Сравните с книгой Даниила До момента, когда он будет уничтожен Итак, два предела правления малого рога идентичны двум пределам, установленным в книге Даниила И проблема в том, что как претеризм, так и футуризм выпадают за рамки этих временных пределов Кто же прав? Реформаторы или современные теологи? Мы должны задать себе все эти вопросы Часть вторая Он восседает в храме Божьем Мне нравится этот аргумент Он логичен Знаете, я устал от людей, которые говорят, что христианство — это костыль Это не костыль, это крест Христианинам быть тяжело Он восседает в храме Божьем Лицо человека греха является лицом лжиапостола, мрачным лицом Иуды На стене храма было написано «сын погибели» Вы знаете, что это слово употребляется только дважды в Библии? Однажды в отношении Иуды, второй раз в отношении Антихриста Только дважды Итак, сын погибели восседает в храме Человек греха, подобен Иуде Он скрытый враг, притворяющийся другом Близкий друг и в то же время мастер обольщения Смертельный враг, предающий поцелуем Обратите внимание на место, занимаемое человеком греха Храм или дом Бога Пожалуйста, обратите внимание на слова реформаторов Они говорят «это не является и не может быть иудейским храмом» Такова была позиция реформации Какова же позиция современной теологии? Что сегодня диктует футуризм? Что сегодня диктует диспенсационализм? Мы увидим, что восстановление храма в Иерусалиме Все глаза будут смотреть на Иерусалим И когда храм будет построен снова, согласно этим теориям Придет Антихрист и воссядет в том каменном храме И будет угнетать евреев Разве не в этом сущность современных теологий? Так или нет? Это современная теология Ее проповедует практически каждая крупная церковь на планете От пятидесятников до евангелистов и баптистов Они все проповедуют эту весть А реформаторы говорят «это не является и не может быть иудейским храмом» Почему они так утверждают? Может быть, они ошибаются? Павел использует это выражение в послании к Коринфянам и Эфесианам Для пророческого описания католицизма А также по отношению к христианской церкви Во втором послании к Коринфянам, обращаясь к христианам и язычникам Он говорит «Вы храм Бога Живого» Обращаясь к Эфесианам, он называет церковь святым храмом На котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом Эфесианам 2.22 Храмом Божиим для апостола Павла однозначно являлась церковь Христа Пророческим глазом он видел человека, греха восседавшего именно в этом храме Это был не человек в каменном храме, а власть в христианской церкви Такова позиция реформации Она логична, она основана на Библии В ней есть здравая экзегеза Его характер Как Христос действует от имени Бога, так и человек греха действует от имени сатаны Христос и человек греха является двумя антагонистическими силами Сила света и сила тьмы Величие небес и мощь ада В той мере, в какой Сын умолил себя В такой же мере человек греха возвысил себя В первом мы видим бесконечное самоуничижение, где божественность исходит на уровень человечества Во втором бесконечное самовозвышение, в котором человек и сатана высокомерно присваивают себе божественность Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога Здесь сказано, как Бог, и артикль не употреблен Это выражение говорит нам, что человек греха проявит себя действиями и заявлениями, одержимыми сверхчеловеческим и божественным достоинством, властью и силой Реформаторы были скурпулезны Очень скурпулезны в изучении Библии Мне нравится следующий аргумент Он глубок Знаете, когда я читаю работу реформаторов, я поражаюсь Насколько глубока их теология Его престол Посмотрите, где находится человек греха Обратите внимание на слово сидит Оно связано со словом седалище Это слово в Новом Завете встречается трижды, дважды Оно употреблено по отношению к скамьям, на которых сидели торговавшие голубями в храме Они превратили дом Божий в вертеп разбойников И лишь однажды в предложении Обратите внимание На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи Это греческое слово «катидзо», от которого происходит слово «кафедра» Место, на котором сидит епископ От этого слова также происходит выражение «экс-катедра» с епископской кафедрой Место, откуда епископ произносит свои официальные речи Там, на этом возвышенном кафедральном положении, заявляя о том, что он якобы выражает волю Бога Сидит человек греха, он действует и выдает себя за наместника Бога, но на самом деле является противником Христа Который подрывает его авторитет, упраздняет его законы и угнетает его людей Если эта экзогеза верна, тогда мы сегодня находимся в серьезной беде Он говорит, давайте сравним то, что написал Павел, с тем, что написал Даниил Оба являются римлянами Возвысившие себя роки голова из книги Даниила указывают на Рим, на принадлежность к четвертой То есть Римской империи Они имеют одинаковое географическое положение Они зародились одновременно с точки зрения хронологии Они восстают после падения нерушимой Римской империи И их существование завершится когда? Со вторым пришествием Христа Оба превозносят себя над Богом Даниил говорит о богохульных и надменных словах малого рога А Павел о дерзких действиях человека, греха, выдающего себя за божество Оба начинают с малого Незаметные силы постепенно развиваются и превращаются в великих и влиятельных Оба притязают на то, чтобы поучать людей Обратите внимание на следующее Малый рог из книги Даниила имеет глаза, как епископ Епископ означает надзиратель Он надзирает Он также имеет уста, то есть является учителем Павел придает человеку греха духовное значение Он занимает гордое положение в храме Бога или в христианской церкви Здесь мы говорим о христианской системе А не о какой-то будущей системе, которая не имеет ничего общего с христианством Оба являются преследователями Даниил описывает маленький рог, который изнуряет святых А Павел говорит о человеке греха, который противится И называет его беззаконником Таковы сходства между этими двумя, которыми просто-напросто нельзя пренебрегать Подведем итог Пасть малого рога и человек греха находится в одном и том же месте Это Рим Существуют в одном и том же периоде с 6 века до 2 пришествия Господа во славе Обладают одинаковым злым характером Совершают одинаковые беззакония Одинаково превозносятся над Богом Одинаково возрастают от слабости к господству Выражают одинаковые епископальные притязания Одинаково занимаются преследованиями Им предопредена одинаковая кончина Все совпадает Все разложено по полочкам И далее он говорит Как важны, как многочисленны, как исчерпывающие и точны эти сходства Они вне всякого сомнения доказывают, что самовозвеличивающаяся и преследующая святых власть Предсказанная в книге Данила Человек греха, о котором пророчествует Павел, является одной и той же властью Даже католики признают, что это так И называют эту дважды предсказанную власть антихристом Единственное отличие в том, что они отбрасывают приход антихриста Либо в будущее, либо в прошлое Это Библия Дауэй Реймса Это римо-католическая контрбиблия Как реакция на реформацию Здесь написано Он воссел в храме Божьем Во всех этих словах Описан великий антихрист Согласно неоспоримому авторитету И по одобрению древних отцов Эта цитата взята из комментариев к этой Библии И, конечно же, антихрист отбрасывается в будущее Чтобы поколения христиан могли жить безмятежно И не бояться власти антихриста Потому что это их не коснется Что же говорят реформаторы? Давайте обратимся к ним лично И посмотрим, как они оспаривают эту точку зрения Николас фон Амсдорф Кем он был? Он жил с 1383 по 1565 годы И был современником Лютера Он был теологом в ранней лютерянской церкви И Лютер сказал о нем Дух мой находит покой В оем дорогом Амсдорфе Мы видим, как они были родственными душами Итак, Амсдорф пишет Он, антихрист, будет разоблачен и превратится в ничто Прежде чем придет последний день Так что каждый человек постигнет и признает Что папа является реальным истинным антихристом А не наместником Христа Следовательно, те, кто считает папу и его епископов Пастырями христианства глубоко ошибаются Но еще больше ошибаются те, кто принимают тюрка за антихриста Бум! А сейчас я представлю вам аргумент реформаторов Сегодня по всему миру разносятся голоса Говорящие «Ислам является антихристом» Вы слышали такие высказывания? Да Многие церкви начинают говорить «Ислам! Ислам! Проблема в исламе!» Реформаторы уже давно заявили, что это нонсенс Слово «тюрк» означает «Ислам» Почему они ошибаются? Потому что тюрк правит за пределами церкви И не сидит на святом месте Он также не стремится носить имени Христа И является открытым антагонистом Христа и его церкви Его не нужно разоблачать Это ясно и очевидно Так как он преследует христиан открыто Не так, как это делает папа Втайне, прикрываясь подобием благочестия Довольно сильный аргумент На мой взгляд Он звучит совершенно логично Давайте обратимся к другому реформатору Это Фласиус 1570 год Он написал трактат на тему антихриста Вот что в нем сказано Шестой и последний аргумент На основе которого мы отделяем от папы и его последователей Заключается в следовании На основании многочисленных писаний нашей церкви На основании богодухновенного слова Из пророчеств, относящихся к будущему И особых характеристик папства Было изобильно и тщательно доказано Что папа, его прилаты и духовенство Являются реальным, истинным, великим антихристом Царство которого есть Вавилон Неиссякающий источник И мать всякого отвратительного идолопоклонства Это позиция реформации Она тверда, пряма и откровенна Это Джордж Нигринус 1530-1602 год Евангелистический теолог Он также был немцем Он часто вступал в споры с иезуитами Между ними иезуитами проходили многочисленные премии Он говорил Иезуиты заявляют, что они крайне оскорблены И восприняли мои заявления о том, что папство это антихрист Как оскорбление и богохульство О котором пророчествовали Даниил, Павел, Петр, Иоанн и даже Христос И потом он говорит Что это так же верно, как и то, что Христос есть Мессия И я готов показать это, используя их собственные определения слова антихрист Эти реформаторы Они говорили правду прямо в глаза Они подымались и говорили то, о чем думали Этот иезуит продолжает утверждать, что папство не может быть антихристом Потому что папство существует на протяжении столетий Пожалуйста, будьте внимательны к этому аргументу А антихрист, предположительно, должен править только три с половиной года Кто учит этому сегодня? Весь мир! Весь мир вы слышите с каждой кафедрой А что говорит реформатор? Он говорит, что этот иезуит утверждает, будто этот период длится три с половиной года Но никто сегодня не поддает сомнению, что Даниил говорил о годах днях А не о буквальных днях Пророческий период времени 42 месяца, 1260 дней Время, времена и полвремени являются пророческими И согласно 4 главы Езекииля, день считается за год Антиох, Эпифан, тот, которого сторонники притеризма считают антихристом И столько же дней, сколько он правил и неистовал против евреев Столько же лет будет неистовать духовный антиох или антихрист среди христианской церкви Удивительное высказывание Они посчитали это днями Между прочим, исполнило ли папство это условие? Когда оно возникло как Рог? Рог должен иметь политический статус, не только церковный статус Он получил свой политический статус в 538 году под покровительством полководца Велисариуса Папова сел на свой трон и взял титул цезаря Рима И правил на определенной территории папского государства Он был царем В 538 году он получил эту власть И когда последний из трех врагов был уничтожен, и власть была отдана ему А когда он потерял свою политическую власть? Это произошло в 1798 году, когда Наполеон пленил папу и упразднил политическую власть папой Он отнял его политический статус и предал его Италии И политическая сила папства окончилось в 1798 году Точно 1260 лет Книга Откровения говорит, что рана будет исцелена И весь мир будет с удивлением смотреть на зверя Это значит, что рог должен возвыситься снова Получил ли он обратно свою политическую власть? Да Когда? В 1929 году, когда Муссолини вернул ему только часть того статуса Ватикан Который является независимой, суверенной политической властью Таким образом, он исполнил пророчество в точности И реформаторы точно установили его личность Теперь давайте возьмем слова другого реформатора Дэвида Кай Треуса, 1530 года рождения Это последний из отцов Литеранской церкви Господь лично открыл Даниилу, какой промежуток времени будет существовать 4 мировых царства И сколько должен существовать малый рог Этот малый рог также описан Павлом во втором послании к фессалоникийцам Где нам сказано, что эта власть антихриста, папство Будет полностью разоблачено перед началом суда Сегодня мы знаем, что 4 монархи уже давно сошли со сцены событий А зверь с двумя рогами, описанный в Откровении 13 главе Который относится к той же власти Не может больше сохранять свое положение Таким образом, приходим к выводу, что день суда уже не за горами Вот как он описывает эту картину А что говорил Кальвин? Пресвитерианская церковь сегодня называет себя кальвинистской Кальвин говорит Некоторые люди считают нас слишком жестокими и строгими Когда мы называем римского понтифика антихристом Но сторонники такой мысли не думают Что они также нагло выступают против самого Павла Которого цитируем Язык которого мы приняли Я вкратце покажу И он продолжает показывать слова Павла И говорит в точности то, о чем говорили реформаторы Далее, Джон Нокс говорит, что папство это антихрист Он говорит, что это тирания, которую папа лично применял Столько веков по отношению к церкви Вместе с Лютером он делает вывод, что именно папство является антихристом Представьте себе Джон Нокс приходит в Шотландию К католическую страну и проповедует Даниила 7 главу Это его первая проповедь Вы можете в это поверить? И вся Шотландия становится протестантской Невероятно Когда вы в последний раз слышали проповедь по 7 главе книги Даниила? Это мой вопрос к вам сегодня Томас Кранмер Архиепископ Кентерберийский Англиканская церковь Цитата Из всего следует, что Рим является престолом антихриста А папа есть сам антихрист Я могу это доказать многими другими писаниями, работами старых авторов И сильными аргументами Из книги по вопросу пророчеств книги Даниила и Откровения Следующий человек Роджер Уильямс Пожалуйста, обратите внимание, кем является этот человек 1603-1683 годы Первый баптистский пастор Америки Это то, во что верила баптистская церковь И это слова баптистского служителя Какая прекрасная проповедь о величественной истине Пастор Уильямс говорил о папе следующее Мнимый наместник Христа на земле Который восседает как Бог над Храмом Божиим Превознося себя не только над душами и совестью своих вассалов Но и над всем, что называется Богом Над Духом Христа Над Святым Духом и над самим Богом Он противится Богу Небесному Намереваясь изменить времена и закон Однако он есть Сын Погибели Вот слова всех этих великих проповедников А вот баптистское исповедание веры Здесь сказано Папа Римский является человеком греха и Сыном Погибели Который превозносит себя в церкви И над Христом, и выше всего называемого Богом И которого Господь уничтожит величием своего пришествия Извините меня А сегодня проповедуется ли эта весть с тех же самых кафедр? Нет Это считается античной, архаичной теологией Вестминстерское исповедание веры Нет иного главы церкви, кроме нашего Господа Иисуса Христа Папа Римский никак не может быть ее главой Ведь он антихрист Тот человек греха и Сын Погибели Который превозносит себя в церкви выше Христа и всего называемого Бога Джон Уэсли Цитата Он подчеркнуто является человеком греха Так как он безмерно, безмерно приумножил всякий грех Он также правильно именуется Сыном Погибели Так как он причинил смерть бесчисленному множеству Как своих противников, так и своих последователей Он превозносит себя выше всего называемого Богом или святынью Заявляет о своем праве на верховную власть и почести Притязает на исключительные привилегии, принадлежащие только Богу Вот такова позиция реформации Я бы хотел, чтобы вы взяли на заметку слова самого великого проповедника всех времен Это Чарльз Сперджин Слова этого человека производят на меня потрясающее впечатление Они меня потрясают, когда я слышу их Он говорит, обязательным долгом каждого христианина является молитва против Антихриста О, ни у одного здравомыслящего человека не должно возникать вопросов по поводу того, кто является Антихристом Разве не удивительно, что сегодня у столь многих здравомыслящих людей возникают вопросы? Что вы нам желаете сказать, господин Сперджин? Если это не папство Римской Церкви, тогда во всем мире нет ничего, что могло бы быть названо этим именем То есть это либо папа, либо никто другой Еще одна протестантская церковь утверждает, что папа Римский не Антихрист Просто ему страшно не повезло в том, что он так сильно похож на него Далее Сперджин говорит Если кто-то поднимет шум и крик, призывающий к поимке Антихриста, тогда мы обязательно заподозрим эту церковь И ее уже не отпустят на свободу, так как она в точности отвечает описаниям Была ли она отпущена на свободу? Конечно Католицизм это нечто противоположное Евангелию Христа и является Антихристом Мы должны молиться против него Каждый верующий должен ежедневно молиться, чтобы Антихрист был выброшен как жорнов во время наводнения А также молиться за Христа, потому что Антихрист ранит Христа, лишает Христа его славы Потому что он приписывает священную силу, месту его искупления И возвышает кусок хлеба на уровень Спасителя А несколько капель воды заменяют Святого Духа Также возвышает простого, как мы с вами, подверженного ошибкам человека в ранг наместника Христа на земле А потом он смягчает все это и говорит Мы все должны так делать Если мы молимся против него, потому что он выступает против Христа Мы будем любить людей и одновременно ненавидеть их ошибки Мы будем любить их души и в то же время будем считать омерзительными и ненавидеть их догмы Таким образом воздыхание наших молитв будет наполнено благоуханием Потому что мы обратим свои лица ко Христу, когда будем молиться Красиво! Я должен признаться Я был римокатоликом И когда я впервые услышал все это, я был болен до глубины души Я заболел физически В результате этой вести и я позвонил ему католическому священнику, которого хорошо знал и сказал Приди ко мне, мне нужно поговорить с тобою, пожалуйста Объясни мне все это согласно тому, что говорит Писание А он ответил мне Я не увлекаюсь Писанием Это похоже на того молодого человека, который говорит Я протестант, но я никогда не читал Библию Вы слышали, как он это говорил? Вы видели такое? А другой человек сказал, что имеет Библию, но не читает ее Потому что вы не можете сказать о конце самого начала Мы живем в ужасное время Ко мне домой приходил методистский пастор, которого я спросил Объясните мне, почему вы переместили Антихриста в прошлое? Он был сторонником притуризма Он верил, что Антиох был Антихристом Объясни мне, пожалуйста, на основании Библии Он сказал, вот это написано Я ответил, простите меня, но это третий зверя Библия пишет, что он произойдет от четвертого зверя Пастор закрыл уши своего пресвитера руками и вывел его из моего дома Я продолжал задавать вопрос Почему? Потому что я был в замешательстве Все члены моей семьи были католиками Вы можете представить себе, что это такое Вся ваша чудесная семья Ваши двоюродные, ваши друзья И мне нужно было принять решение Я должен был проповедовать эту весть Итак, мы спрашивали себя Что же происходило напротив ратуши? Давайте подведем итог Городской совет Нюрнберга Здесь реформаторы выразили в камне то, что описывают фигуры из седьмой главы книги Даниила Так как они в это верили Чтобы последующие поколения никогда не забыли Наверху слева мы видим льва с орлинными крыльями Представителя Вавилона И это подтверждается фигурой на выходе Носера Расположенной рядом со львом С противоположной стороны мы видим медведя, второго зверя из седьмой главы Даниила С тремя клыками во рту Который отождествляется с Медоперсидской империей А рядом с ним Кир Великий Чтобы никто не забыл о нем Над этой входной дверью мы видим двух других зверей из седьмой главы Даниила С левой стороны мы видим зверя как барс с четырьмя головами И эти четыре головы изображают Грецию Так как мы видим статую Александра Македонского Которую они поместили рядом с четырехголовым зверем барсом С противоположной стороны мы видим ужасного дверя с седьмой главой Даниила С десятью рогами и малым рогом И малый рог в центре имеет лицо Все реформаторы были объединены тем фактом Что малый рог представляет именно папскую систему Фактически Джон Нокс сказал свою первую проповедь о зверях из седьмой главы Даниила И это дало начало процессу реформации в Шотландии Это случилось только когда реформаторы осознали Что эти звери представляли длительный исторический период И что малый рог был завершающей фазой власти Антихриста Которого они отделили от Рима и отнесли к папской системе К системе Антихриста Они запечатлели это в камне Чтобы последующие поколения никогда не забыли Но они все-таки забыли Как мы услышали здесь сегодня Все эти удивительные ответы Которые мы получили на вопрос Кого же представляют эти звери? Итак, я хочу вернуться с вами в современную Германию Я шел по следам реформации со своими друзьями Это, наверное, наибольший центр реформации Вы не найдете большего, чем этот После всего здесь написано, что это центр ЮНЕСКО Всемирного культурного наследия Это город Ватбург Здесь произошло наибольшее событие в истории В истории после средних веков Здесь Мартин Лютер перевел Библию И дал нам новый завет на том языке, который понятен всем Мы отправились в Ватбург Что он может открыть нам? Этот город красиво отреставрирован Великолепно украшен Коммунистическая Восточная Германия Давала деньги на его реставрацию Это великолепное здание сегодня Вот вы видите разводной мост, который был поднят Когда Мартин Лютер был внутри А папские убийцы, фанатики ждали снаружи, когда он высунет свой нос Если бы он это сделал, то тут же был бы мертв Поэтому он решил работать Что и было лучшим решением для него Вот этот разводной мост А внутри можно увидеть результат этой восхитительной реставрации Реставрация этого места должно быть стоила неисчислимое количество миллионов Мы вошли в порядке очереди Потом присоединились к туру по Вартбургу Этот тур был посвящен истории этого города Мы хотели выяснить, что все это значило И где происходили эти важные события Мы были взволнованы Наш гид был молодым человеком, хорошо обученный, ясно излагающий историю экскурсовод Он вел нас из комнаты в комнату Здесь вы видите старинный зал, где они заседали Здесь сидел герцог Если вы посмотрите на отреставрированные окна Сегодня вы увидите Франца, святую Елизавету По-немецки это слово звучит Die Heilige Elisabeth Святая Елизавета Она была святой в Германии Чем-то похожа на мать Терезу, которую возвели в канон Вот вы видите афишу в Вартбургском концертном зале Здесь сказано Елизавета Тюрингская Годы жизни 1207-1231 Она была великой святой покровительницей в этой местности Потом наш экскурсовод отвез нас из одного здания в другое В прекрасный музей, где в каждом зале мы более часа Слушали о великих делах святой Елизаветы Там были католические кресты Там были свечи Там были прекрасные мозаики И я хочу включить вам запись речи Гида Звук не громкий, но вы можете услышать его Говорящего Елизавета, Елизавета, Елизавета В конце концов, мы так много слышали о святой Елизавете Что начали беспокоиться В каждой комнате по часу, час за часом Речь шла только о Елизавете А мы вроде как пришли по следам реформации А это самая большая достопримечательность наследства Которая нам может представить Период реформации Экскурсовод показывал нам эти мозаики С изображением святой Елизаветы Одну за другой Величественные изображения Ну что ж, когда вы входите в портал Это то, что вы видите Елизавета Тюрингская Здесь изображен бедный грешник Склонившийся на колени у ног Елизаветы Видите ли, римокатолические теологи говорят Что если кто-то является святым То он имеет дополнительные заслуги Он сделал больше того, что требуется Чтобы войти в небо И поэтому эти дополнительные заслуги Могут быть переданы человеку Который имеет недостаток таких заслуг В той или иной сфере Поэтому поощряется почитание святых Мартин Лютер изображен на той же полочке Как большой пивной пьяница И надпись Есть ли еще вопросы, господин Лютер? Затем вы видите еще одну картинку Где Мартин Лютер изображен Как великий человек граффити Написана игра слов На всем распыляю и не могу иначе И на всем стою и не могу иначе И так помоги мне, Боже А здесь над ним насмехаются Над Мартином Лютером насмехаются Если вы прикоснетесь к кольцу святой Елизаветы О, вы будете спасены Тысячи книг о святой Елизавете Тюрингской Ее изображение на всех вещах Когда мы проходили через эту великую арену Один вопрос звучал у меня в голове Когда же мы придем к реформации? Время уходит Я начал роптать Некоторые из нас начали ворчать А человек довольно большого тела сложения Не гигантский, но с впечатляющей внешностью В кожаных ботинках, кожаных брюках, кожаном пиджаке Он подъехал на мотоцикле Он выглядел довольно круто Он подошел ко мне Выглядел немного сердитым и толкнул меня в ребро Я подумал, лучше мне сидеть тихо Возможно, я чем-то побеспокоил этого человека После всего мы снова Предстали перед изображениями святой Елизаветы И этот мужчина неожиданно взорвался И сказал Я пришел на это место И я вошел сюда, чтобы увидеть келью Лютера Я хотел пойти туда, где он переводил Библию А что они сделали? Они не разрешили мне войти Вышвырнули меня Мне запретили войти Поэтому я присоединился к этому туру А что происходит сейчас? Ни слова о Лютере Ничего о Лютере Только это святая Елизавета Святая Елизавета Я лютеранский пастор Я хочу знать Где Мартин Людер переписал Библию Перевел Библию Представьте себе Что ответил ему гид Он сказал Это не входит в экскурсию, сэр Я не очень хорошо снимаю на видео Но хочу показать вам кое-что Вот этот человек Он находится слева Он очень зол Он очень зол В конце мы спросили гида Увидим ли мы хоть что-то из наследия Мартина Лютера И он ответил нет Это не входит в экскурсию Можете в это поверить? Пытается ли кто-то умолчать о чем-то Или скрыть историю реформации? Я спросил того мужчину Можно ли сфотографировать его? Я сказал Я ощущаю в вас родственную душу Можно вас сфотографировать? Он ответил Конечно И он сказал Я буду мятежником вместе с тобой Знаете пословицу Не судите человека по его одежке Этот человек был пастором И он отстаивал то, во что верил Я оценил это Я объехал полмира Чтобы увидеть комнату Лютера Поэтому мы пошли и сказали Мы хотим войти туда А они сказали нам нет Мы сказали, но мы все-таки хотим Нам ответили нет Но мы хотим Мы пришли сюда, чтобы увидеть это место И мы его увидим Вот дом, в котором Лютер переводил Новый Завет Наверху Наверху экскурсовод Она была очень расстроенной Но все-таки впустила нас Вот комната Лютера Это комната, в которой была переведена Библия Вот стол Это точная копия А над столом фотография Фотография его друга Мелангтона Кроткий, сострадательный и благородный Мелангтон Вы знаете, что поразило меня? Контраст Он настолько заметен Богатство и пышность Мозаики и абсолютное великолепие Все великие изображения Святой Елизаветы И здесь, и там, и там, и здесь только Святая Елизавета И вот контраст Простота И в этой простоте Использован Огромный позвоночник кита Он использовался как скамеечка для ног Это подлинный позвоночник кита Позвонок кита Которым пользовался Лютер И кресло Которое, по всей видимости, не было очень удобным для спины Здесь он стоял, здесь он жил И здесь он совершил великое дело Дело, о котором последующие поколения уже почти забыли Как называется серия наших встреч? Зажигая потухший огонь реформацией Я верю, что пришло время Чтобы эта весть была снова проповедована по всему миру И то, во что верили реформаторы Должно быть преподано людям вновь Итак, мы объявили формальный протест Не это ли мы должны делать, как протестанты? И не только это Мы должны основывать его на Библии Поэтому мы пошли к руководителям и сказали Извините, мы бы хотели знать, почему Мы хотели поехать в Вартбург И в течение часа Мы ничего, кроме как о Елизавете, не услышали Извините Что вы не смогли посмотреть ничего другого Потому что мы отмечаем 800-й день рождения святой Елизаветы А если вы хотите приехать в следующем году, в июне У нас будут массовые выставки, посвященные святой Елизавете Произошло ли что-то незамеченным? Изменилось ли что-либо? Потом мы пошли в город Это дом Лютера, Айсена Здесь он жил и учил Здесь расположен небольшой музей Внутри нет больших достопримечательностей, которые следовало бы увидеть Это просто старое здание, хорошо отреставрированное Внутри нет ничего впечатляющего Это маленький городок В этом же городке находится дом Иоганна Себастьяна Баха Вы знаете, просто удивительно Когда Бог начал реформацию Он не только вернул людям Библию и дал понимание пророчеств Он также поднял великих композиторов того времени Самые великие гимны реформации лежат в пыльных комнатах Нам, может быть, следует восстановить некоторые из этих вещей Вот церковь, в которой проповедовал Мартин Лютер На ней написано на немецком Бог наша мощная крепость Помните эту песню Мартина Лютера? Если бы мы читали слова этой песни сегодня Вы бы сказали О, не может быть, никто не будет петь Это сегодня А что же мы видим сегодня? Граффити Но эти граффити не принадлежат руке Мартина Лютера Это современные граффити на этой церкви Каков же образ мышления современных людей? Как вы смотрите на такое? Оно говорит само за себя Немецкое слово kotz Знаете, что оно означает? Извините за выражение Это рвота Такое ощущение, что существует ненависть и пренебрежение к религии Немецкая фраза gotzenfresse Что это значит? Это значит языческая пища Пища о лже божества Ну, в плохом смысле этого слова Ужасные слова написаны здесь на стенах Когда вы пройдете мимо плакатов В современности На них написано Праздник ступеней в Эрфурте 2007 год Вот такие вот плакаты Куда бы вы ни пошли, везде католицизм В какое бы место исторического наследия реформации вы ни пошли Реформация там унижена Проигнорирована Оттеснена на второй план Осмеяна Наступило время Начать новую реформацию Время открыть Библию Посмотреть на пророчества Библии Посмотреть на них так Как их видели реформаторы Чтобы увидеть Согласуются ли знамения времени Времени, в котором мы живем С пророчествами реформаторов Или мы зря ждем того, что уже произошло Я хотел бы пригласить вас на следующие лекции Когда мы начнем распутывать эту загадку И вы будете ошеломлены Как и я был ошеломлен когда-то Поверьте Эти лекции такие же шокирующие для меня, как и для вас Этот зал еще не заполнен до конца А людям надо услышать эту весть Потому что если то, о чем я говорю, не основано на Библии И вы не можете найти обоснование моим словам в Библии Тогда предупредите всех Скажите им, чтобы они никогда не приходили на мои лекции И если я не взываю к вашему разуму Тогда вы тоже не приходите Мы хотим увидеть логическую цепочку Мы хотим убедиться, что это здравая экзегеза Что она основана на Библии И пророчески подтверждается событиями нашего времени Почему я это делаю? Потому что тот, кого умолили Является Господом и Спасителем мира Иисус Христос Вопрос не в том, чтобы возвысить одного и унизить другого Вопрос в том, чтобы вымести мусор Чтобы красота Сына Божия воссияла в мире И люди увидели Его таким, какой Он есть И приняли решение Решение, основанное на том, за что Он пострадал И предсказал то, за что мы будем страдать Пускай Бог благословит вас в ваших размышлениях над этими вопросами Если я ранил кого-то сегодня вечером своими словами Я искренне прошу прощения Если вы недовольны, то сердитесь на меня Но изучайте Слово Божие и делайте Его вечным Спасибо Аплодисменты Спасибо Аплодисменты